Добрый день всем вам, это Хайрон. Я, по сути дела, сделаю презентацию о Сингапуре. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Меня зовут Евгения, я часть команды Ciding Group уже на протяжении четырех лет. Занимаюсь непосредственно регистрацией компаний, оборотом документов и открытием банковских счетов. Если у вас возникнут вопросы на русском языке по поводу всех этих транзакций, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы в question and answers часть и в чат. Я буду рада ответить, либо перевести для Кая, для его последующих комментариев. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. По сути дела, наша компания помогает компаниям и клиентам, всем клиентам. Мы получаем бизнес заказы от некоторых корпораций, также от некоторых акционеров, которые хотят создать сложные структуры. И эта вот ситуация с ковидом, она требует соблюдения определенных стандартов и требований, поэтому мы поможем вам ответить на вопрос о том, как преодолеть некоторые из этих вызовов. В целом я сам на регулярной основе или постоянно взаимодействую, на протяжении многих лет взаимодействую с банками. С самого начала, с того времени, как я был моложе, я работал именно в разрешении, над разрешением налоговых ситуаций и решением налоговых вопросов. И мы вам покажем, как некоторые из этих структур могут быть полезны для вас. Вот это вот Сингапур, достаточно популярный лев такой. Здесь побывало много туристов, много людей, которые впервые приехали в Сингапур. Сам Сингапур является островом, но он достаточно плотно населен, и у нас достаточно хорошо налаженные связи с Европой, Россией и Соединенными Штатами Америки и с другими частями мира. У нас осуществляются прямые рейсы, в настоящий момент рейсы немножко ограничены, но в большинстве случаев со всех регионов осуществляются полеты в Сингапур. И это позволяет проводить бизнес в этом регионе. Вот некоторые из очень знаменитых мест, Gardens by the Bay, Raffles Place, Orchard Road, Central Business District. В целом, я думаю, что Сингапур достаточно богатый город. Мы также являемся финансовым хабом, большинство банков, а также швейцарские банки также здесь присутствуют. У нас также работают глобальные инвесторы. Просто для того, чтобы у вас было общее представление, я покажу вот этих людей. Здесь также работают русские, касперские, белоусов. И эти люди в начале 2000-х годов создали здесь свои бизнесы. Они достаточно хорошо утвердили здесь и в общем и целом у нас есть хорошая группа, хорошее сообщество людей с крупным частным капиталом, в том числе в него входят сингапурцы. Просто хочу предложить вам кое-какие экономические данные по Сингапуру. Я думаю, что для большинства стран проведение бизнеса здесь не является чем-то новым. Что касается наших экономических возможностей, мы осуществляем интервенционный банкинг, услуги, соответствующие в этой области, используем технологии. И также у нас работает большое количество корпоративных гигантов, также финансовых институтов, банков, организаций, которые планируют личное благосостояние людей с крупным частным капиталом. И что касается привлечения компаний, мы также являемся одной из наиболее популярных юрисдикций. По мере того, как вы видите, вот эти данные, мы входим в топ-50 таких юрисдикций. Я сосредоточусь на вопросах, связанных с тем, что клиенты хотели, обычно хотят проведение планированное на несколько более высоком уровне за прошлые два года. И также, может быть, получится ответить на некоторые из ваших вопросов в отношении текущей ситуации, связанной с проведением бизнеса. На протяжении многих лет инвестиции поступают, это инвестиции, связанные с управлением фондами, с управлением фондами. И также инвестиции в плане криптовалют. И криптовалюты растут сейчас, особенно из-за влияния Китая в этом регионе. Безусловно, будет много взаимодействия между Гонконгом и Сингапуром. И мы надеемся принести этот бизнес в Китай также. Многие люди, у многих людей есть планы обосноваться в Сингапуре. Соответственно, среди них есть много людей старшего возраста. Пенсионные схемы также имеют в этой связи большое значение. И, конечно же, учитывая стареющее население, люди уходят на пенсию позже. И в целом, качество жизни здесь достаточно высокое. Я хочу предложить вам такой обзор в отношении населения. Может быть, на 5 минут, плюс-минус. У нас есть достаточно большое сообщество иностранцев. В целом, у нас есть определенные планы, связанные с увеличением численности населения. Вот это вот основная тема, к которой подхожу. Сингапурское налогообложение основано на территориальной налоговой системе. Налогами облагаются только доходы и денежные переводы. В целом, люди в основном достаточно удобно себя чувствуют, зарабатывая здесь деньги и отправляя их за границу. Те средства, которые зарабатываются за пределами Сингапура, не облагаются налогами. Хотя наша ставка налогообложения в целом достаточно низкая, у нас подоходный налог для корпораций или же предприятий находится на уровне 16,5%. И может вступить в силу налоговая ставка, которая будет ниже 10%. Что касается налогов, которые плачут физические лица в Сингапуре, они достаточно низкие. 22% это наивысшая планка, она начинает применяться с того момента, как уровень дохода достигает 320 тысяч или 238 тысяч долларов США на ежегодной основе. Это наше видение в отношении НДС, налога на добавленную стоимость, требования по регистрации не применяются ко всем компаниям. Не все компании должны регистрироваться на предмет выплаты НДС. Один из положительных моментов регистрации сингапурской компании заключается в том, что дивиденды в Сингапуре, дивиденды, получаемые от сингапурской компании, они освобождаются от налогов для акционеров. То есть они могут получать свои дивиденды от своих доходов и выводить их за границу, и они не облагаются налогами. И это относится не только к местным людям, но также к иностранцам. Также отсутствие налога на рост капитала и также налога на наследство, полное освобождение от налогов и частичное освобождение от налогов. Также предлагаются сингапурским компаниям различные структуры управления благосостоянием также имеются в наличии, и они тоже освобождаются от налогов в соответствии с 13 разделом. В данном случае некоторые из компаний полностью освобождаются от налогов. В некоторых других случаях налоговая планка составит только 10%. У нас работает более 80% соглашений о двойном налогообложении, об освобождении от двойного налогообложения. Для людей, которые думают о вопросах налоговой резидентуры, вы можете создать сингапурскую компанию, то есть она будет контролироваться, управляться в Сингапуре. Налог все же будет облагаться, доходы будут облагаться налогом в Сингапуре, но налоговая ставка здесь будет более низкой, обычно ниже 18%. Но также нужно учитывать и вероятность освобождения налогов, полную или частичную. И если вы планируете, то есть это может понадобиться вам, если вы планируете будущее развития бизнеса здесь в Сингапуре, то есть свое присутствие. Если вы планируете свое присутствие в Сингапуре, то это очень хорошая структура. Можете обратиться на предмет получения резидентского статуса здесь. И я еще об этом чуть позже буду говорить. Для клиентов, которые хотят контролировать, управлять своей компанией из-за границы, то есть офшорных компаний, можно создать, такая компания будет обладать статусом нерезидентским, она будет управляться извне Сингапура. Безусловно, это очень приемлемый вариант, потому что весь доход освобождается от налогов, потому что все доходы будут отправляться из Сингапура. У нас есть определенный раздел на законодательство, который позволяет создать такую структуру со статусом нерезидентским. Это будет в данном случае офшорная компания. В целом, люди используют этот вариант для инвестиционных целей. Безусловно, это то, что клиентов достаточно часто интересует, а именно создание офшорной юридического лица. Такого рода инвестиционная структура достаточно популярна в Сингапуре. Они популярны среди компаний, которые хотят осуществлять инвестиции здесь. Вот это вот нечто новое, хорошо? Это началось с января прошлого года на самом деле. По этой структуре они пытаются воссоздать похожую структуру, нечто похожее на инвестиционную компанию, которая будет инвестировать разные виды капитала. Положительный момент в этом отношении заключается в том, что инвестиционная структура здесь достаточно ясная. То есть, как вам регистрироваться, как вам привлекать богатство, благосостояние и как вам взаимодействовать с клиентами. Позвольте мне немножко подчеркнуть некоторые важные моменты. Налоговый стимул основан на уровне получаемых доходов. Некоторые компании облагаются на уровне 10%, некоторые вообще освобождаются от налогообложения. И наиболее важная, интересная часть здесь – это то, что обычно дивиденды являются результатом доходов. И существуют разные структуры распределения дивидендов с капитала в рамках создания такой компании. Вы можете в рамках структуры VCC или же вот этой вот этой компании, вы можете создать также еще юридические лица, затем взаимодействие с ними. Вот это общий обзор налоговых ставок. Корпоративный налог 17%, но также есть налоговые ставки на корпоративную налогу более низкие. Также те, кто выводят свои средства из Сингапура, они также подпадают под аналогичную корпоративную налоговую ставку. Российские компании и так далее, вот для них предназначен этот пример. Это что касается налога на репатриацию. Здесь могут быть различные ставки, дивиденды, которые будут получать российские компании, например. Сингапурская компания налоги с дивидендов не платит. Это то, как, например, договор может быть полезен юридическому лицу в данном случае, который зарегистрирован в Сингапуре. Вот это стимулирующие налоговые меры или стимулы налоговые, которые предполагают полное освобождение или частичное освобождение компании от налогообложения. Значит, облагаемый налогом доход первые 75 тысяч и до 93 750 долларов США доходы освобождаются от налогов. Затем, спустя три года, эти суммы уменьшаются. В первой колонке изменений не наблюдается, но это полезно для тех, кто инвестирует, например, создавая юридическое лицо или компанию в самом Сингапуре. Офшорные компании не подпадают под то, что я вам показывал. То есть они не облагаются налогами вообще. Регистрация применяется к вашему обороту, который за один год превосходит 1 миллион. Если ваш доход, ваш оборот превосходит 1 миллион сингапурских долларов или 74 миллиона долларов США, тогда это применяется к вам. У нас есть различные такие вот пакеты или планы, показания, стимулирующие налоговые планы. Некоторые из этих схем связаны с бизнесом, который проводится на основе заключенных соглашений, и это то, что характерно для азиатского региона. Вот это вот то, о чем я уже говорил, если вы планируете свою регистрацию в Сингапуре, вот здесь вот показаны схемы, которые применяются к владельцам бизнеса. Если вы создаете компанию в Сингапуре, занимаетесь бизнесом, хотите быть директором, то существуют определенные схемы, которые применяются к тем менеджерам, исполнительным сотрудникам, работникам, специалистам, профессионалам, которых вы будете нанимать. Обычно эти физические лица должны быть налоговыми резидентами в Сингапуре. Если вы активны в бизнесе, и спустя 2-3 года вы можете обратиться на предмет получения статуса постоянного резидента в Сингапуре. Это также относится к предпринимателям. Если вы хотите расширять свой бизнес, нанять большее количество работников и выйти за пределы сингапурской юрисдикции, то эта схема будет очень полезна для вас. Она будет очень актуальна в вашем контексте. Затем у нас есть индивидуальные физические лица, иностранцы, которые хотят инвестировать серьезным образом в Сингапур. И это глобальные инвесторы, которые создают фонды. Это, по сути, сингапурские инвестиционные компании, крупные компании, о которых мы говорим о фондах в размере 1,9 миллионов долларов. И они могут осуществлять инвестиции посредством зарегистрированных компаний в Сингапуре, или же фондов, которые регистрируются в Сингапуре. Просто для вашего общего представления, многие из этих соображений, которыми я поделился с вами, но это как бы общее, для того, чтобы у вас было общее представление о том, чем Сингапур, что происходит в Сингапуре на протяжении многих лет, он пытается вводить эти налоговые стимулы. В то же самое время, многие компании здесь полагаются именно на честный бизнес, который мы ведем с нашими клиентами. И у нас мы получаем полную поддержку наших местных банков, наших налоговых органов. И также не только в самом Сингапуре, но и в регионе, в Индонезии в том числе. Что касается соблюдения требований, вот здесь это реальный вопрос. Большинство из нас думают в настоящий момент, что я много лет являюсь тренером по вопросам соблюдения требований для банков. И периодически этот вопрос о том, как открывать банковские счета в Сингапуре, он всплывает на поверхность. И закон, он включает вот в такие понятия, как substance, или же наличие присутствия в Сингапуре, зарегистрированного присутствия. И для того, чтобы заниматься такими вопросами, как наим сотрудников, аренда офисов, помещений и так далее, мы очень тесно взаимодействуем с клиентами из Вьетнама, Филиппин. И если клиенты приезжают в Азию из внеазиатского региона, и наоборот, из нашего региона они выезжают, клиенты в другие регионы. И вот это вот немножко информация о нас, о том, что мы делаем. Уже более 10 лет мы занимаемся проведением консультаций по налоговым вопросам, а также обслуживаем клиентов в отношении вопросов соблюдения требований. Честно говоря, вот это вот в контексте ковида, вот этой ситуации, которая разразилась сейчас, за прошлые 5-7 дней из-за ковида количество клиентов, с которыми взаимодействовали, немножко уменьшилось. Мы меньше ездим, меньше путешествуем. Мы стали меньше... То есть, сообщение с Лондоном немножко ограничилось из-за этой ситуации с ковидом. И за прошлые 6-7-8 месяцев у нас... Я могу вам сказать, что у нас здесь нет... Мы не испытываем какого-то недостатка вот в плане обращений. Бизнес фактически медленно, но продолжает расти. И внутренний спрос достаточно силен. У нас есть клиенты здесь в Сингапуре, которые планируют расширяться и... Работать в других странах за пределами Сингапура. Хотя нам все же приходится носить маски. Стремление к проведению бизнеса достаточно сильное. Все же эта ситуация со временем еще улучшится. Я надеюсь, что очень-очень скоро мы сможем и путешествовать, и ездить так, как мы это делали раньше. Я надеюсь, что эта презентация предложила вам общее представление. Если у вас были какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте их нам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!